Александр Владимирович, вопрос о Украине, в частности, в связи со стечением президентских полномочий Владимира Зеленского. Как вам видятся перспективы возможного возобновления мирных переговоров с Украиной? Ну, здесь главный вопрос, с кем вести эти переговоры, если даже будет такой запрос с украинской стороны. И, соответственно, вторая часть вопроса, а видите ли вы сейчас в Украине какие-то реальные силы, будь то политические круги или военные, которые действительно способны трезво оценивать обстановку, идти на компромисс и, главное, быть договороспособными? Ко мне вопрос, да? Ко обоим президентам вопрос. Ну, начну, наверное, да? Лучше сдать. Что касается переговорного процесса, я много раз об этом говорил, хочу и здесь, в Минске, ещё раз это подчеркнуть. Россия никогда от этих переговоров не отказывалась. Более того, мы вот в Беларуси эти переговоры начали в своё время, потом перенесли, причём по просьбе украинской стороны, перенесли это в Турцию, в Стамбул. Вышли на договорённости, вышли на проект соглашения и, более того, выжимку из этих возможных соглашений глава переговорной группы со стороны Украины порассировал. То есть, в принципе, украинскую сторону это в целом устраивало, устраивало и российскую. Там были моменты, которые надо было бы доработать, но в целом, повторяю, если подпись стоит под этим документом с украинской стороны, значит, украинская сторона это устраивало. По известным причинам, после того, как в Киев прибыл бывший премьер-министр Великобритании, украинская сторона эти договорённости выбросила, перестала их реализовать. Более того, объявила о том, что переговоры прекращаются. Они же сказали об этом публично. Не мы прекратили эти переговоры, они прекратили и даже больше запретили сами себе вести эти переговоры дальше. Мы никому не запрещали. Мы за переговоры. После этого, опять же, по намущению из подачи своих западных спонсоров, хозяев, была поставлена цель добиться стратегического поражения России и победа над Россией на поле боя. Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Но пусть возвращаются. Но возвращаются не исходя из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договорённостей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились на земле. Мы к этому готовы. А с кем вести переговоры? Это, конечно, вопрос непраздный. Я с вами согласен. Конечно, мы отдаём себе отчёт в том, что легитимность действующего главы государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференция в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего. Но вот эти пиарские шаги, они не имеют значения для юридических документов. Нам, конечно, нужно будет, если до этого дойдёт, а я исхожу из того, что мирные переговоры должны быть возобновлены, и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла, и основаны должны быть на здравом смысле. Но если до этого дойдёт, нам, конечно, нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридических обязывающих документов. И тогда мы должны быть полностью уверены в том, что мы имеем дело с легитимными властями. На этот вопрос должны ответить в самой Украине. Прежде всего, думаю, что с позиции парламента, конституционного суда или каких-то других органов власти. Насколько мне известно, надо посмотреть в то, что написано в Конституции Украины, какие органы власти имеют право быть продлёнными по Конституции Украины без выборов, без выборных процедур, а какие на эти права рассчитывать не могут. Это может быть сделано на основе юридического анализа. Это вопросы к украинской политической и правовой системе. Абсолютно согласен с только что сказанным Владимиром Владимировичем. Что касается истечения полномочий Владимира Александровича Зеленского, юридической чистоты здесь нет и быть не может, потому что там глубокая демократия. Вы же понимаете? Всё там задушено. Меня тут или нас часто упрекают, что мы диктаторы, там ещё кого-то к этому пришивают. Вот она демократия. Ни конституционный суд, ни другие суды ничего не могут сказать. Поэтому юридической чистоты, о которой говорил Владимир Владимирович, там нет и быть не может в этой ситуации. Что касается войны и мира, главные вопросы, на которых тоже указал Владимир Владимирович, какое-то имеет значение. Всё равно ни нынешний президент, ни будущий, я думаю, решать эти большие вопросы, которые стоят перед государством Украины, перед народом Украины. Эти вопросы решать президенты не будут. Вы знаете, кто будет решать. За океаном многое уже решено. Что не решено, они решат потом. Свидетельство тому привёл президент России только что. Когда приехал, неизвестно кто, непонятно кто, приказал, перечеркнули те договорённости, которые нелегко дались и были положены на бумагу и парафированы. Ну вот и результат. Поэтому я глубоко анализировал, в общем-то, для себя эти проблемы с полномочиями Владимира Александровича. А сейчас я понял, что это всё бесполезно. Что, кстати, реальные силы в Украине, ну, вы знаете хорошо Украину, и до специальной военной операции общества, и сейчас там больше чем этих сил. И каждый мнит себя героем. И силы, которые, в принципе, позицию мы поддерживаем, и которых не поддерживаем. Поэтому, опять же, там демократия. Там сегодня и среди военных, и среди гражданских, желающих возглавить страну и повести её по-новому на войну, и против войны достаточно. Но ситуация развивается так, как развивается. Думаю, что этот год многое определит. Очень много. По-живому видим. Мы никуда не торопимся. Россия тем более. У нас позиция единая. Мы не прячем её. Будем работать вместе. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...